Приветствуем! Ну а это обзор вышедшего еще неделю назад трейлера третьего по счету уже сериала по вселенной ходячих мертвецов под рабочим названием Монумент. Для начала скажу, что проект все еще не имеет официального названия. В разных трейлерах его обзывали то просто Ходячие Мертвецы номер 3, то Ходячие Мертвецы Новый Мир, то скорее более вероятно Ходячие Мертвецы Монумент или Памятник. Нравится вам это или нет, но везде обязательно будет словосочетание The Walking Dead, чтобы вы точно не спутали с какой вселенной имеете дело. Мне понравился трейлер, да, простите, несмотря на все опасения и крики фанов, что мы увидим вторую сотню. В нем сохранились дух и атмосфера Ходячих Мертвецов, ощущение ограниченности мира и быстрого прихода всему конца при отсутствии человеческого влияния. Много красивых кадров разрушения, того, за что мы так полюбили прошлые сезоны Ходячих Мертвецов. Много того мира, который не стало и процесса того, как он в это превратился. Мне всегда нравились, что в ХМ, что в БХМ, особенно первые серии за то, что мы могли хоть немного посмотреть, как все начиналось и почему люди проиграли. Это главный вопрос, который преследует создателей и даже меня на моих стримах и всегда есть надежда, что хотя бы в новом проекте нам на него дадут ответ. Итак, трейлер начинается с расцепленных рук. Думаю, это могут быть детские руки, например, главный героинь в шоу «Айрис и Хобб». Думаю, мы увидим крушение самолета. Одну из девочек, вероятно, Хобб, пытается тянуть на себя женщину. Она кричит, явно зовя Айрис. Но этого не получается. Это как раз начало зомби-апокалипсиса 10 лет назад до повествования. Вероятно, крушение самолета происходит как раз в самый роковой момент, когда на борту оказывается кто-то укушенный и начинается ад. Что-то подобное мы уже видели в эпизодах «Рейс 657». В других моментах нам снова показывают вблизи маленькую Арис, в панике старающуюся спрятаться. С нею потом, вероятно, ее сводная сестра Хобб, мать и отец. Нам даже акцентирует внимание, что они семья, когда мы видим детскую фотографию их вместе. Вообще, на этих сестрах, вероятно, в шоу и будет главный упор, поскольку мы часто видим их вместе. Мне кажется, в этой катастрофе они все же потеряли мать. Ее могли укусить, ну или просто сожрать в толпе мертвецы. Поэтому Арис уже на получении диплома акцентирует внимание только на своем отце. К слову, отец обнимает же в трейлере и Хобб, тем самым доказывая, что это именно она, маленькая, вместе с Арис, показанная на семейном фото. Отец выжил тогда в катастрофе, в отличие от матери, и теперь он положил жизнь, чтобы изучить этот вирус и попытаться вернуть прошлый мир. Мы не знаем точно, ученый ли их отец или просто самоучка, но в трейлере Арис говорит Хобб, что он ушел за периметр и может быть в беде. Понятно, что случилось это недавно, поскольку мы видим его здесь и уже взрослую Хобб вместе. Может быть он ушел туда для сбора биоматериала, а может и на поиски кого-то иного. Мы же не знаем точно, погибла ли его жена. Возможно, в той сумятице после крушения она как-то потерялась. Наше внимание обращают, что здесь и вправду все осталось по-старому. Причем настолько по-старому, что здесь даже работает университет Небраски и в него ходят студенты. Нам правда не говорят, чему их там учат, может быть тому, чтобы выжить в новом мире, однако же такое ощущение, что в их аудиториях учатся студенты разных возрастов, поскольку на лекции здесь можно заметить явно более юного Элтона, в отличие от той же Арис. Еще в одном фрагменте можно заметить молодого человека, выполняющего утреннюю пробежку. Его останавливают сразу три истребителя в небе. Это очень любопытно. Возможно, мы видим нулевой день начала конца света. И это то, что было 10 лет назад, когда армия еще пыталась остановить натиск мертвых. Но может быть это и текущее время, и нам просто показали, насколько развито это сообщество. Если принять, что эта группа входит в триаду колец CRM, то вполне можно предположить, что помимо нескольких вертолетов, у этой организации сохранились и военные самолеты. Может быть мы видим как раз то самое развитое место, где все по-другому, куда-куда-то звала Габи Джадис. Здесь живет что-то около 10 тысяч человек, о чем говорит пожилая больная женщина, подозрительно одетая, как Памела Милтон. И она явно не очень за идею Арис попытаться расширить эту зону. Вообще, я уже сказал в предыдущем разборе, что эта группа крайне напоминает комиксное содружество. И эту теорию также подтверждает еще один важный кейс, который был и в комиксе. Большой спортивный стадион здесь показывается пару раз. Там как раз занимается хоп. В комиксном же содружестве на стадионе проходили так любимые американскими болельщиками матчи по регби. Это тогда, кстати, очень потрясло Мишон. Спортом занимаются и в монументе. Например, восточными единоборствами. Дети серьезно занимаются тем, чтобы быть готовыми к будущему походу. Даже мелкий Элтон, будто долго проговорив с Гимплом, начал произносить каждую фразу на пафосе о том, что они это и есть надежда на будущее. Нам неизвестно, отпустят ли эти городских сумасшедших самовольно за периметр или нет. Но есть ощущение, что такие настроения будут усиленно блуждать в умах всех этой группы. Если это все же содружество из комикса, то у них должно быть не так уж все и справедливо внутри коммуны. Там процветает классовая система и чтобы выбиться в люди, нужно потратить не один год жизни. Избранным здесь все можно, а низкие могут только молчать тряпочку на действия сильных. В комиксе как раз из-за этого явного неравенства и случился переворот. В сериале же есть вероятность, что это тоже как-то обыграют. Может быть от такой несправедливости и ушел отец Арис и Ху. И все хотят сидеть в одном месте. Мы видим здесь явных забияк, любящих вылезать за забор. Это пара более взрослых, как мне кажется, скорее таких следопытов. Их зовут Хак и Феликс. Именно Феликс в трейлере говорит молодежи, что им нужно бояться каждую секунду снаружи, чтобы быть подготовленными ко всему. Возможно эти двое здесь выступают в качестве Аарона из пятого сезона, который делал вылазки для поисков новых людей. Так или иначе, но в трейлере нам не показывают малолеток и следопытов в одном кадре вместе. Может быть их отправят как раз на поиски молодежи, ушедшей без спроса на волю. А снаружи все тоже не так спокойно. Наше внимание обращают скопившиеся мертвецы у забора. Да, в таком количестве они не страшны. Но если их будет скапливаться слишком много, вполне вероятна ситуация из шестого сезона с падением башни. Может потому и не все в этом маленьком мирке готовы просто спокойно сидеть и ждать, когда же их сожрут. Юнцы все же уходят и первым же местом, куда они приходят, становится тот самый самолет. А точнее его останки. Там же они найдут и мертвецов, оставленных в креслах. Может даже кто-то найдет своего родного. Некоторые зомби все еще в одетых во время аварии и противогазах. Некоторые все еще запутаны в проводах от механики и создают очень причудливые ощущения. Потом их начнут обступать со всех сторон мертвецы. Именно этот фрагмент и был показан на первых промо-фото. Дым или туман и куча молодежи с орудиями защиты. Почему случится дым и пепел будет лететь вокруг? Возможно кто-то из малолеток решит спалить остатки фузеляжа самолета с оставшимися там трупами, чтобы как бы успокоить их души. Нам даже показывают как бы специально, что здесь есть даже сухая трава, которая может вполне легко воспламениться. Огонь и дым начнут привлекать гораздо больше ходячих. И наши герои еще пожалеют, что они такие неопытные. Ну а это все, что я увидел в данном маленьком ролике. Может быть я что-то не заметил, обязательно напишите об этом внизу в комментариях. Ну а пока спасибо, удачи и подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами сила логики. Субтитры сделал DimaTorzok